Госжилинспекция Московской области подвела итоги работы за 2017 год и определила приоритетные задачи на 2018. На заседании коллегии в Доме правительства Подмосковья забрались представители всех структурных подразделений надзорного ведомства. Главным спикером выступил Вадим Соков. Гораздо важнее всегда помнить о нашей главной задаче. Стоять на страже безопасного и комфортного проживания жителей Московской области. Решать их проблемы, чтобы в каждом доме была вода, свет, тепло. Подъезды были чистыми, а платежи за жилищно-коммунальные услуги понятны и прозрачны для жителей. В своем докладе главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков напомнил об основных результатах деятельности ГЖИ в прошлом году. Также жилищные инспекторы региона обследовали более 130 тысяч многоквартирных домов. Также в 2017 ведомством организована работа горячей линии госжилинспекции. Поступило более 3,5 тысяч звонков. Благодаря работе горячей линии мы помогли более чем 2 тысяч проблемных вопросов без направления граждану официальных обращений. То есть работа с листа делалась. Всего же в госжилинспекцию Подмосковья за минувший год поступило 84,5 тысячи обращений граждан. Количество жалоб в регионе выросло на 16%. Среди приоритетных задач ГЖИ на предстоящий год повышение уровня информированности и ответственности жителей региона. Решать эти задачи и налаживать диалог с жителями помогают муниципальные форумы управдом. В 2017 таких мероприятий провели более 265 муниципальных образованиях. По результатам работы в 2017 году уже такое понятие, как красная зона управляющей компании, уже исчезла из нашего лексикона. У нас есть управляющие компании, которым надо прибавлять в своей работе. И мы над этим работаем. Я уверен, что действительно данную работу мы сможем с вами организовать в 2018 году. Среди приоритетных задач ведомства на 2018 год увеличить количество общественных инспекторов и советов МКД. Пока последние есть 86% домов Подмосковья. Также ГЖИ продолжит открывать в муниципалитетах единые диспетчерские службы ЖКХ. Планируют еще больше повысить прозрачность платежей за коммунальные услуги. Достигать мы будем разными способами, в том числе и в виде реформы и контроля надзорной деятельности, работы в рамках кризиско-ориентированного подхода. Ну и самое главное, как мы говорим, это вовлечение наших активных собственников в процесс контроля и управления. Потому что каждому подъезду инспектора не представишь. Ежегодная коллегия завершилась награждением лучших сотрудников и структурных подразделений ведомства. В 2017-м своими успехами отличился коллектив территориального отдела номер 4, который работает в Пушкинском районе и городском округе Ивантеевка. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова